Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про одну достаточно несложную 18 задачу и цель данного видео как раз показать вам, что бывает 18 задачи, которые вполне может решить каждый и вполне может решить все пункты, которые есть. Итак, перед нами собственно вот такая задача дан квадрат и дан прямоугольник известно что одна из сторон прямоугольника на 3 меньше чем сторона квадрата известно что у квадрата у прямоугольника равны площади и что все стороны фигур этот но они целые вот дальше есть три вопроса может ли сторона прямоугольника равняться 8 может ли длина равняться 16 а ну и собственно найти все возможные варианты вот таких квадратов и прямоугольников которые существуют ну давайте начнем с первого пункта и так если x8 то x равен 8 значит x плюс 3 равно 11 значит s1 равно 11 в квадрате 121 значит y равно 121 делить на 8 но это не целое число не принадлежит z значит на а ответ нет то есть тут смотрите вот все прямо супер быстро пункт b значит пункт b у нас что там происходит ну может ли y равняться 16 ну предположим предположим что да тогда что у нас получается тогда у нас получается что площадь с одной стороны 16 x а с другой стороны она у нас x плюс 3 в квадрате вот получили получили вот такое вот соотношение ну то есть площадь вот этой фигуры это x плюс 3 в квадрате а вот этой это 6 x y то есть 16 x вот ну тогда ничто не мешает нам взять да и сказать что 16 x равно x квадрат плюс 6 x плюс 9 а получается x квадрат а минус 10 x плюс 9 равно нулю дискриминант у нас равен 100 минус 36 это 64 то есть 8 в квадрате получается x первое второе равно а 10 плюс минус 8 деленное на 2 а ну и получается тогда что у нас чего у нас с вами получается что x либо равен единички либо x равен единички либо x равен девятки и тогда собственно мы с вами можем получить и здесь давайте мы это пропишем ну либо вот такой набор что квадрат 44 а прямоугольник 116 и тогда у них площадь по 16 и все хорошо либо второй набор это соответственно у квадрата будет 12 на 12 площадь 144 а прямоугольник будет прямоугольник будет соответственно 16 на 99 на 16 меня тоже будет площадь 144 а вот вот получилось а вот получились вот такие вот две фигуры а теперь давайте перейдем к пункту в и рассмотрим а какие в целом вообще тут возможны варианты какие тут возможны варианты значит у нас получается соотношение x y равняется x плюс 3 в квадрате а ну и здесь я пойду следующим образом я просто скажу что y у меня равен x квадрат плюс 6 x плюс 9 деленное на x но это просто напросто означает что это x плюс 6 плюс 9 делить на x x у меня целое значит у меня значит у меня вот эта часть выражения целая и чтобы y был целым мне нужно чтобы вот это вот число тоже было целым то есть мне нужно чтобы 9 на x но и кроме всего прочего x это все таки сторона прямоугольника значит нам больше нуля ну значит вот это выражение должно быть целым но это равносильно тому что x равен единице x равен тройки или x равен девятки в остальных случаях у нас с вами в остальных случаях у нас с вами увы ничего ничего не выйдет потому что вот это число будет не целым x целый x плюс 6 целый но если к нему добавить не целое то вот увы y будет не целым вот ну для x равно единице мы случае уже рассмотрели для их равно 9 тоже остается для x равно 3 но для x равно 3 у нас получается 6 и 6 вот соответственно с другой стороны получается 3 но и подставляешь до 3 получаем 12 получается и тут и тут площадь 36 вот это вот третий пример мы честно мы честно с вами нашли все такие пары прямоугольников и квадратов показали что других нет ну и тем самым собственно задачу решили вот собственно кажется что это было достаточно несложно и здесь можно заметить что вот ну действительно 18 задачи в целом можно решать наверное самый важный прием который был это представление вот игрека вот таком виде который очень быстро помогло нам проанализировать какими могут быть иксы вот если в целом говорить какое самое важное место в этой задачи то я бы еще раз акцентировал ваше внимание на то что произошло здесь то есть при приравняли площади а дальше выразили y получилось для игрека вот такое выражение из которого уже достаточно легко понять какими могут быть иксы вот я желаю вам на экзамене чтобы вот вашего 17 задача по сложности было как это вот если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк подписаться на канал если вы еще этого не сделали с вами был игорь уколов канал профиматика математика будет понятной если смотреть ее на нашем канале все пока пока